Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. Днем до 22 градусов тепла и местами плюс 12, плюс 17. В Черкесске ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный 6,11 метров в секунду, днем восточный 5,10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 10, днем 19,21 градусов тепла. Субтитры делал DimaTorzok что перепись необходимо проводить один раз в 10 лет. В переписном листе появились и новые вопросы, и в том числе и об использовании родных языков. В преддверии массового анкетирования с начальником отдела организации переписи и обследований Северо-Кавказ-Стата Кулистан-Шедаковой встретилась Алла Динаева. Здравствуйте, Кулистан Магомедовна. Я понимаю, что мы отрываем вас от работы. Завтра начинается всероссийская перепись населения. Чем она отличается от предыдущих переписей, которые были? Добрый день, Алла. Перепись в этом году, предстоящая, которая у нас завтра начинается, кардинальное отличие – это, мы говорим, первая цифровая перепись. То есть в ходе этой переписи будут задействованы электронные устройства. Переписчики пойдут в народ с планшетом, на который закачана база его счетного участка. То есть ему не нужно будет таскать с собой бумажные листы и списки адресов и отмечать, кому он пришел, переписал, ушел дальше свой маршрут строить. А он выбирает, заходит с планшетом, приходит в домохозяйство, представляется, и у него вся адресная база там, и он маршрут очень просто, легко выстраивается. То есть легче и удобнее, да? Намного удобнее, да. То есть отягощен он переписной документации не будет. У нас введен вопрос «Источники средств к существованию». Вот опять, как показывает практика, мы когда проводим обучение, вот сейчас контролерами, да, проводили на той неделе, люди неправильно понимают. Они считают, что мы спрашиваем у них размер их дохода. Ни в коем случае. Мы спрашиваем «Источники средств к существованию». То есть этот человек работает или самозанятый, или это пенсионер, или у него дивиденды там, доход его. Всего лишь навсего, но никак не размер дохода. Поэтому, если спросят, а какой ваш размер дохода, то, конечно, это уже не переписчик. Мы такие вопросы не задаем. Только лишь источники средств к существованию. Опять же, не было такого, вот в этой переписи будут волонтеры. Это на федеральном уровне. Кульстан Магомедовна, расскажите, сколько вопросов и есть ли в анкете новые вопросы? Те, которые вот постоянно проживают у нас в республике, отвечают на два листа у нас переписных. Лист «Л» — это 23 вопроса. В основном масса, основная масса этих вопросов сохранилась, потому что, чтобы сохранить преемственность и сравнение, да, в динамике 10 лет, как изменилась ситуация. Ну, добавлены вопросы такие, как у нас в межпереписной период изменилась система образования, бакалавриат, магистратура. По образованию есть изменения. Затем, кроме национальности, национальный язык, как вы в повседневной жизни им пользуетесь. Это тоже новшество, потому что, чтобы понять, насколько необходимо скорректировать программы по родному языку, да, ну, не говоря о том, что у нас есть малые народы, для которых очень важно сохранить и иметь статистику по ним. И поэтому вот такой вопрос тоже, это новшество. А повлияло ли это на количество вопросов? Их стало больше или примерно столько же, только чуть разные вопросы? Да, чуть разные. Там кардинального нет увеличения в опросном листе, нет. Как показывает практика, уже у нас в труднодоступных регионах перепись идет, да и сами, когда вот эти устройства опробировали электронные, ну, семья стандартная, муж, жена, двое детей, опрос на планшете занимает буквально там минут 15. Поэтому вот мы думаем, что этот процесс будет такой, очень инновационный. Кроме того, есть возможность переписаться на портале Госуслуг. Это тоже еще одно новшество. То есть, если жители, да, вот, ну, не хотят, не хочет он видеть у себя на пороге переписчика из пандемии, и вообще может еще по каким-то другим причинам, он может зайти на сайт Госуслуг, и там, ну, конечно, при этом надо иметь подтвержденную или стандартную запись. Причем регистрацию можно пройти тоже, не выходя из дома. И зарегистрировавшись на этом сайте Госуслуг, также возможно пройти вот эту услугу, перепись населения. А пожилые люди, которые не умеют пользоваться интернетом, допустим, а хотят принять участие, чтобы им не было страшно, вот, переписчик, точно ли это переписчик пришел, или какой-то другой человек. К сожалению, есть и такие, да, случаи. Вот, как будет представляться, как можно удостовериться, что это точно переписчик? Ну, конечно, у нас есть атрибутика, да, экипировка переписчика. Это будет обязательно жилет переписчика, традиционный шарф переписчика, который всегда бывает. Удостоверение, он должен представиться, рассказать, сказать, кто он, показать удостоверение, зачем пришел, да. И таким образом, вот, как бы, должны все опасения быть сняты. Перепись населения — общенациональное мероприятие, но, к сожалению, мы не все и не до конца понимаем, что, насколько это важно, да, Кульстан Магомедовна, вот, чтобы люди понимали важность их участия в переписи, потому что мы же должны сказать, где мы проживаем, какой мы национальности, на каких языках мы говорим. Вот расскажите, пожалуйста, вот, важность переписи, как для государства, так и для населения, какое значение оно имеет. Мероприятие проводится раз в 10 лет, да. И вот 10 лет все после переписи мы пользуемся вот теми данными, да, которые с каждым годом, они все уже вот теряют свою актуальность, да. Ну, кроме того, что мы численно считаем, у нас же многие социально-демографические характеристики, мы уточняем. Брачное положение, образование, гражданство. И это очень важно иметь вот и в плане гендерной статистики, потому что вообще планирование, государственное управление без этого невозможно. Для того, чтобы знать, насколько нужно на уровне региона, страны, там, муниципалитета, да, чтобы понять, как тебе строить свое развитие в плане экономики, социальной сфере, какую инфраструктуру создавать. Конечно, без статистики, без этих данных никуда. И поэтому именно во время переписи мы получаем точные данные, которыми вот последующие 10 лет пользуемся. Ты патриот своей страны, своей республики, своего народа. И вот наша задача — донести до каждого жителя, чтобы люди поняли, что это важно. Это не государству надо в первую очередь, это нужно нам. Мы же хотим жить хорошо. Но если мы проникнемся таким сознанием, да, что ведь от нас тоже есть, что зависит. Вот даже участие в переписи. Ну вот, пусть каждый внесет свою вот эту крупиночку в эту перепись, и тогда вот народ, страна, регион, статистика будет, да, и будет что анализировать, что развивать, планировать. Перепись считается точным инструментом, но, к сожалению, по итогам переписи, это не только в России вообще, в стране получается так, что женатых мужчин меньше, замужних женщин больше, и вот еще один момент — некоторые люди хотят быть моложе. Алла, это, наверное, относится, вот я все-таки думаю, не к переписи, а к психологии, да, когда отдельные индивидуумы, ну, хотят они быть моложе, хотят они быть в браке. Ну, ведь перепись, она ведется со слов мы записываем, ведь мы не спрашиваем. Вот он пришел, переписчик, он не требует документы, он не проверяет его сведения, там, покажите паспорт, правильно вы ли сказали. Все записывается только со слов респондента. Такая фраза стандартная — зафиксировать портрет населения страны, региона по состоянию на 0 часов 1 октября 2021 года. И каждый в этом портрете должен вложить вот эту свою крупинку, чтобы вот этот портрет получить. И желательно честно отвечать? Ну, потому что никакие, никто про тебя проверять не будет, там, налоги себя спрашивать не будут. Если ты скажешь свои жилищные условия, есть форма П, жилищные условия, да, есть там квадратура, есть год постройки, надо сказать. Но опять же, для чего? Чтобы правительство спланировало, да, сколько домов построить, ветхое, насколько ветхое, если это старые года постройки. Это вот все нужно для того, чтобы потом на базе этих цифр строить дальнейшие планирования, мероприятия. Кулистан Магомедовна, перепись очень масштабное мероприятие, важное. Это практически каждый дом в нашей стране обойдут переписчики сбором информации. В Карачаево-Черкесии сколько людей будут заниматься, сколько человек вы подготовили к переписи населения? Вся территория республики разбита на счетные участки. За каждым счетным участком закреплен переписчик. Вот у нас планируется пойти в народ по адресам 897 переписчиков. Есть у нас резерв, и есть у нас еще стационарные участки. Это те, которые не хотят дома видеть переписчиков, они могут прийти в эти переписные участки. Мы их еще и стационарными называем. А вот это отдельно еще 140, около 150 человек. Вот считается, грубо, в районе тысячи, да, 897, тысячу с лишним человек. Но именно в народ пойдет 897. В преддверии переписи что бы вы хотели сказать жителям Карачаево-Черкесии? Для меня большая честь, когда он переписи, иметь возможность обратиться к нашим жителям. Вы знаете, мы, еще раз повторюсь, мы все жители нашей страны, республики, народа, города, района, села. Пожалуйста, примите все участия в переписи. Это так важно. Потому что мы должны знать, сколько нас, что у нас есть, чего нам не хватает. Все это будет строиться на базе данных по переписи. Да, сейчас пандемия, есть вот такое, как бы, опасение. Но для того, чтобы те, которые этого очень боятся, пожалуйста, перепишитесь через портал Госуслуг. Есть такая возможность. Или же придите домой, не надо запускать переписчика, можете прийти в стационарный участок, в здание МФЦ. Но, по большому счету, дружно завтра все начинаем перепись, которая проходит раз в 10 лет. Спасибо большое, Кулистан Магомедовна. Я понимаю, что сейчас очень плотный график. Вот в канун начала переписи у вас. Спасибо, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо и вам, потому что это очень важно. Вы тоже наши помощники, чтобы через вас донести до жителей, что нам это необходимо. Это не только задача статистики. Это нужно нам всем. Студенты Индустриально-технологического колледжа Черкеска будут учиться в новых мастерских, оборудованных по современным стандартам. Работа по переоснащению, модернизации и их созданию была проделана в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы национального проекта образования». Открытие современных мастерских состоялось в торжественной обстановке. На значимом событии для колледжа побывала и Альбина Ламкова. «А ты молодой, не стала для любви, у теряй детей, у теряй души». «А ты молодёжи, ты таки во дворе, надёжь для себя и надёжь для друзей». Для молодёжи Индустриально-технологического колледжа Черкеска создание новых мастерских стало праздником. Для них рабочие профессии в приоритете, а новое современное оборудование станет большим вектором для всего среди специального звенообразования, отметили гости торжественного мероприятия. Благодаря этим мастерским, я хочу подчеркнуть, что это многофункциональные площадки, которые будут использоваться в том числе и для обучения вас, дорогие ребята. Они также будут использоваться и в профориентационной работе наших учеников, учащихся школ непосредственно. Также могут повышать квалификацию и переподготовку проводить среди работников предприятий нашего региона. И будут использоваться и реализовываться программы дополнительного профессионального образования среди людей предпенсионного возраста. Студентам пожелали успеха в оттачивании навыков в созданных современных условиях. Затем, после торжественного открытия, все прошли на экскурсию. Гости и приглашенные познакомились с оснащением, разместили оборудование в четырех мастерских. Мастерские оборудованы по соответствии с требованиями международной организации WorldSkills, в соответствии с их инфраструктурными листами. То есть закуплено оборудование, закуплен инструмент, закуплена техника. Из техники мы получили автогрейдеры, мы получили трактор-бульдозер, мы получили легковой автомобиль КИА. Новые мастерские – это база, которая даст возможность перейти от индивидуальной к массовой подготовке профессионалов по высоким требованиям WorldSkills и Обилимпикс. В итоге студенты получают качественное образование и высококвалифицированные кадры для реальных производств компаний и конкретных работодателей региона. Практическое обучение проходит на современном оборудовании и специальной технике. Студенты выполняют уверенно серьезную работу по ремонту легковых автомобилей, обслуживанию тяжелой техники. Мы разбираем двигатель восьмой колокольчик. Сложно ли? Нет. Все марки автомобилей «Урал» и «КамАЗ» мы тоже обучаем здесь на категорию «С». Категория «С», кстати, у нас бесплатная, потому что они в программу входят. То есть вот здесь вот учатся, а потом уже, как дети говорят, здесь сложнее, чем реальность. Легко ли обучаться на тренажере? На тренажере сложнее. Для обучения по профессии машиниста-экскаватора и управлению автогрейдером помогает другой автотренажер. Нас обучают, как правильно работать этим транспортом, чтобы в дальнейшем не опрокинуть этот экскаватор на реальных событиях. Программа позволяет студентам освоить управление гусеничной техникой и выполнять наиболее характерные для этой машины рабочие задачи. В этой аудитории установлен тренажер для обучения на легковом автомобиле. Программа вождения задается по желанию курсанта или же заданию преподавателя. На нем быстрее получить необходимые навыки, научиться управлять автомобилем в различных ситуациях и погодных условиях. А самое главное – безопасно. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаева, Черкесия. После неожиданной сентябрьской непогоды в виде шквалистых ветра, в дожде и измрассе, в регион наконец пришло долгожданное бабье лето, которое продержится по прогнозам синоптиков до конца недели. Наш корреспондент Альбина Курачинова-Кенжева восторгалась красками осени и общалась с жителями республиканской столицы. Есть в осени первоначальной, короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Я рада, что погода наконец-то успокоилась, и мы можем наслаждаться золотой осенью, потому что мы ждали бабье лето, но был сильный ветер, и на улицу выходить, конечно, не хотелось. Жалко было детей, которые сидели дома. А сейчас, слава богу, все хорошо. Классно вообще, мы так ждали эту неделю теплую. После таких ветров сильных, холодных. Хорошая погода, хорошее настроение. Наслаждаемся, греемся на солнышке. Сегодня хорошая погода. Вот вышли погулять, а то ветер нам уже надоел. Ой, прекрасно. Бабье лето наконец-то пришло. Хорошее настроение сразу. Хочется гулять, ходить. Ну, кажется, что недельку будет только. Бабье лето. Шикарно. Пускай так и будет тепло. Хорошая погода. Можно прийти, отдохнуть здесь. Но я пришел, мало еще людей. Я всегда здесь отдыхаю. Очень нормальное состояние. Люди подходят, взрываются, поговорим о чем, о чем. Сегодня очень забавный день. День рождения Винни-Пуха. В качестве персонажа детских сказок он появился совершенно случайно. Алан Милн презентовал своему сыну на его день рождения игрушку в виде плюшевого медведя. В нашей стране истории о Винни-Пухе появились благодаря писателю Борису Захадеру. Он перевел, а точнее сказать, пересказал произведение Милна по произведению Захадера, Винни-Пух и все-все-все. На киностудии «Союзмультфильм» был снят российский мультфильм, а озвучил главного героя Евгений Леонов. Многие фразы из этого мультфильма стали крылатыми. К примеру, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До встречи.